Продолжение следует... 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 с различными филиалами по всей Москве и Подмосковью. И вот как раз наши психологи проходят там практику и, следовательно, наиболее заинтересованные, наиболее способные получают место работы именно в этих организациях. Ну и, конечно же, МЧС, если у студентов появляется потребность все-таки реализовывать себя именно в этой организации, конечно же, они могут и реализовать себя и здесь. Здесь вы видите перспективы трудоустройства. О ряде перспектив, безусловно, я уже сказала. Несколько слов скажу о научно-исследовательской составляющей, потому что она является продолжением практической деятельности психологов. В частности, студенты, которые заканчивают нашу магистратуру, могут реализовать себя и в научной деятельности, в частности, институтах психологии Российской академии образования и психологическим институте РАО, с которыми у нас заключены соглашения о совместном сотрудничестве и проведении различных мероприятий. Поэтому в лабораториях таких научно-исследовательских институтов работают наши студенты. Ну, как я уже говорила, в средних и специальных образовательных учреждениях. А также студенты заинтересованы непосредственно в частных практиках психологического консультирования. И некоторые имеют возможность либо открывать свои небольшие частные кабинеты, либо устраиваться в коммерческие службы для индивидуального, группового и так далее консультирования. То есть востребованность, она существует. Так как мы сотрудничаем непосредственно с МЧС России и у нас студенты проходят практику на базе данной организации, то вполне возможно заинтересованность самих студентов бывает востребована и службами МЧС. Ну и, конечно, как я уже говорила, медико-психологические учреждения, которые также дают еще дополнительные курсы для наших студентов для того, чтобы уже сделать их экспертами в определенной области, в частности, работы данных учреждений. Условия приема. Итак, следует сказать, что как на очную, так и на заочную форму обучения действуют приблизительно одни и те же условия. То есть мы говорим о междисциплинарном экзамене, который осуществляется в письменной форме. Студент получает три ключевых вопроса по основным трем блокам психологии, потому что мы реализуем программу в рамках направления психологии. Итак, это общая психология, психология личности и социальная психология. После написания экзамена ответа устного не требуется, студент, соответственно, получает определенные баллы, и если эти баллы соответствуют требованиям приема, то он поступает к нам в магистратуру. При этом надо сказать, что мы принимаем студентов-абитуриентов как из бакалавриата, специалитета и магистратуры. Хотелось бы подчеркнуть, что независимо от того, какое базовое образование имеет студент, это может быть образование совершенно не связанное с психологией, тем не менее, мы готовы рассматривать данные кандидатуры, и надо сказать, что практика показывает на сегодняшний момент, что наши студенты, магистратуры, не имеющие базового образования, очень хорошо и эффективно справляются с теми заданиями, с той программой, которая представлена в нашей магистратуре. Итак, области профессиональной деятельности. Опять же, кое о чем я уже, как вы видите, из слайда сказала, но кое о чем все-таки, если брать первый аспект, я все-таки подчеркну. Итак, в рамках психологического консультирования студенты получают навыки работы с такими важными техниками, техниками различных направлений психологии, от психоанализа, психодрамы до позитивной психологии, телесно-ориентированной терапии, арт-терапии, сказкотерапии. Тут даже не все представлено, поверьте мне, потому что список гораздо, дисциплин больше, список по выбору идет студента, поэтому наши студенты имеют возможность именно выбрать ту дисциплину, например, не позитивную психологию, а НЛП. Пожалуйста, то есть у нас такая вещь реализуется. Что это дает? Вот это я хочу особенно подчеркнуть. А это дает возможность использования различных техник психологического консультирования и психологической работы в использовании в индивидуальном консультировании, в групповом консультировании, в различных тренингах и так далее. То есть мы стараемся вот эту работу настолько разнообразить, чтобы в дальнейшем специалист чувствовал себя комфортно на рынке труда и понимал, как работать с тем или иным профессиональным запросом. Основные дисциплины. Но надо сказать, что здесь представлен только очень малый список дисциплин. Если, конечно, вас заинтересует, мы можем рассказать вам и нечто больше. Конечно, сколько дисциплин вообще в магистратуре. Так как в магистратуре это более 2000 часов, которые отводятся на изучение дисциплин, предметов и так далее, вы видите только очень краткий список. И в частности, одними из базовых являются и основы психотерапии, и индивидуальные, и семейные, и телефонные консультирования, в том числе на первом и во втором курсе. На втором курсе очень много, как в конце первого, так и первый семестр второго курса, очень много дисциплин практикоориентированных. Вот именно направленных на освоение тех или иных техник и практик в области, допустим, психоанализа или гештальтерапии, НЛП и так далее. При этом, наряду с практической составляющей, студент готовит и научно-исследовательскую работу, так называемую магистрскую диссертацию. Наши студенты защищают магистрские диссертации на иностранном языке. Это не обязательно, как вы можете подумать, и только английский. Нет, не обязательно. Это могут быть разные языки, потому что база нашего университета позволяет, по большому счету, принимать с привлечением специалиста по тем или иным языкам, например, на китайском, если вы хотите защищаться на китайском или испанском, пожалуйста. То есть это все в ваших возможностях. Следующий момент, о котором бы я особенно хотела подчеркнуть, на базе Российского университета дружбы народов. И в частности, при нашей кафедре работает кабинет психологической поддержки в РУДН. В частности, именно в этом кабинете студенты проходят непосредственно практику. То есть, представьте себе, огромный контингент студенчества, который учится у нас в университете, практически дает нам запросы в наш кабинет психологической помощи. И мы работаем, наши студенты, наши преподаватели работают, индивидуально консультируют или в групповом плане, проводя тренинги, например, тренинги адаптации и так далее. Вот сейчас у нас блок тренингов прошел подобного рода. Но студенты у нас задействованы в эту практику. Первое, что важно, это снять психологические барьеры перед индивидуальным консультированием. Консультированием лицом к лицу с клиентом. Поэтому это важный момент. И наряду с этим еще один большой, на мой взгляд, плюс в том, что в кабинет психологической помощи обращаются студенты различные. Это в первую очередь иностранные студенты, ну так же, как и студенты из Российской Федерации. Но такой опыт очень позитивен и очень продуктивен в дальнейшем. Потому что, надо сказать, что в Российском университете дружбы народов обучаются студенты более 150 стран мира. Представьте себе, насколько мы востребованы в таком случае иностранными компаниями. К нам обращаются именно за консультированием специалисты, которые приезжают из других стран мира и знают, что наши студенты или наши преподаватели, зная хорошо язык и обладая профессиональными навыками, естественно, имеют возможность, как мы понимаем, и достойно консультировать, если есть такой определенный клиентский запрос. В чем уникальность программы? Уникальность программы, какие-то аспекты я уже озвучила. Но надо сказать и следующее, что это, конечно же, малые группы. Группы небольшие, это не 25, не 30 человек. Они приблизительно 11-12 человек. То есть мы работаем индивидуально. Второе, это, конечно, освоение тех или иных техник, которые здесь же также на слайде представлены. Овладение необходимых компетенций для освоения определенных дисциплин, для получения определенных навыков. То, что я уже, опять же, сказала, это приобретение навыков межкультурной коммуникации. Продвижение собственных услуг на рынке. То есть вот как раз-таки кабинет психологической помощи нам позволяет сделать это. Более того, позволяет еще и дает возможность дистанционного взаимодействия со студентами. Теми студентами или преподавателями, у которых есть запрос на решение и той или иной психологической проблемы. То есть также у нас действует и телефон психологической помощи, где наши студенты учатся практикам телефонного консультирования. Данная программа позволяет в рамках тренинговой группы осваивать как можно больше технологий. То есть получается некая форма еще и самовнутреннего управления. И надо сказать, что ко второму курсу это очень хорошо получается, потому что наши студенты уже умеют, уже очень качественно проводят тренинговые мероприятия, допустим, в парах или в тройках. Более того, наши кафедры активно участвуют в различных конкурсах и грантах. Грантах, в частности, Российского фундаментального научного фонда РФФИ. И получаем гранты на развитие того или иного исследовательского направления, которое, как вы понимаете, не может быть непрактикоориентированным. И именно эти программы, те студенты, которые входят в данные программы, в гранты, плюс еще ко всему прочему получают некое финансирование уже из грантовой поддержки со стороны правительства. У нас, правда, здесь не представлено, также есть ряд грантов президента Российской Федерации. И также ряд грантов РГНФ. Вот это все некая финансовая поддержка, в том числе наиболее желающих в этой области работать, наиболее способных студентов, готовых, и в том числе к научной деятельности. Надо сказать, что вот данная программа, наряду с практикоориентированностью, по большому счету, она также может вас ориентировать, если у вас появится желание выйти за пределы только лишь практики. Если вы хотите поступать в аспирантуру и учиться уже в таком научном плане, то именно данная магистрская программа и наличие в Университете Дружбы Народов Совета по защитам кандидатских и докторских диссертаций по специальности 19.001, то есть это общая психология, психология личности и история психологии, вполне может случиться так, что ваша магистрская диссертация, будущая магистрская диссертация может перерасти в кандидатскую диссертацию. И так как Университет Дружбы Народов получил теперь уже возможность давать собственные дипломы кандидатов и докторов наук, то, конечно же, вы прекрасно понимаете, мы будем уже работать и в том числе в рамках практической деятельности, потому что данная программа, по сути, она востребована как в целом в России, так и в мировом масштабе. Поэтому я благодарю вас за внимание, я вижу, что уже чат наполняется вопросами. Мы постараемся, Татьяна Сергеевна постарается сейчас вам изложить эти вопросы, рассказать содержательно о нашей программе, если есть какие-то еще остались сомнения. Пожалуйста. Да, был вопрос по поводу количества бюджетных мест в магистратуру. Необходимо сказать, что бюджетные места есть, но необходимо понимать, что в магистратуру психологическое консультирование претендуют поступать не только студенты из других вузов, но и студенты бакалавриата, окончившие Университет Дружбы Народов. И поэтому конкурс очень высокий. Я бы ориентировалась скорее на обучение по контракту, если вы являетесь сторонним. Но, безусловно, претендовать на бюджет вы можете. Ну, я считаю так. Если, допустим, даже если у вас нет базового образования, но вы очень заинтересованы в данной программе, причем поступлении на бюджет, при этом вы хотите усовершенствовать свои знания, то сегодня у вас есть эти шансы. То есть вы заходите на портал Российского Университета Дружбы Народов, находите данную программу, смотрите основные вопросы к экзамену и готовитесь по ним. Это еще не факт, что, допустим, вы не напишите, может быть, блестящий будет у вас ответ. И, кстати, так сказать, надо заметить, что так и случалось. Потому что не всегда студент бывает готов к написанию данного экзамена или какие-то обстоятельства складываются. Поэтому у вас есть шанс, и его надо использовать в любом случае, тем более, что есть время для подготовки. Консультация в кабинете дистанционно может получить только сотрудник и студент. Постороннему человеку это доступно. Данный вопрос связан с реализацией работы кабинета психологической поддержки. На сайте РУДН вы можете найти телефон кабинета и позвонить сотруднику данного кабинета и получить психологическую консультацию бесплатно. Неужели реально стать квалифицированным психологом после бакалавриата, связанного с инженерной профессией? Сегодня, так или иначе, о междисциплинарности исследований и о междисциплинарности практических компетенций говорят не только в рамках психологии, но и других наук. Поэтому это может стать даже вашим преимуществом. Наряду с другими специалистами вы будете иметь хорошее, качественное инженерное образование и психологическое образование в рамках магистратуры. И ваше исследование может быть посвящено проблематике на стыке психологии труда, например, организационной психологии, корпоративной психологии, организации профессиональной деятельности, распреодолевающее поведение с учетом труда, с учетом профессиональной деятельности. Поэтому я бы говорила здесь о том, что если вы намерены быть высококлассным специалистом, то междисциплинарность – это одно из ваших преимуществ сегодня. Как вы рекомендуете готовиться к экзаменам? Существуют ли стажировки? Да, у нас, кстати сказать, если, допустим, вы действительно решили подготовиться серьезно к экзаменам и хотите, допустим, иметь уже профессиональную помощь, то у нас есть программы дополнительного образования, в рамках которых мы готовим, если я не ошибаюсь, более 100 часов, 120 часов. Такая программа, которая включает в себя вопросы и по общей психологии, и по личности, психологии личности, и по социальной психологии. Вот здесь уже идет подготовка непосредственно, и, ну, уже, конечно, гарантия поступления достаточно высокая. То есть у нас есть такие примеры, к нам обращались ребята, которые поступали к нам в магистратуру, и надо сказать, что это достаточно эффективно. В таком случае, если вы в этом заинтересованы, нужно обратиться к нам на кафедру психологии и педагогики. В частности, можно прийти самостоятельно, можно найти телефоны и, соответственно, позвонить. Ну, конечно, лучше, если вы обратитесь непосредственно к нам. Нам будет это гораздо проще организовать, и уже вы будете знать преподавательский состав и готовы к экзамену. Существуют ли стажировки в другие страны? По нашей кафедре осуществлялись уже стажировки в рамках программы Erasmus+. Причем надо сказать, что, во-первых, это только по нашей кафедре, это то, что мы реализуем. Стажировки Erasmus+, непосредственно в Польшу, в Гданьский университет, такие стажировки осуществлялись. Они абсолютно бесплатные для студентов. Более того, данные стажировки оплачивались, то есть оплачивалось стипендии студентов. Второе, проживание и перелет. То есть, более того, надо заметить, что те дисциплины, потому что стажировка где-то шла месяц, потом студенты еще брали два месяца, продлевали, то есть и продление такое тоже возможно, обучаясь дальше в университете. Но так как у нас есть соглашение к Гданьским университетам о перезачете дисциплин, то все дисциплины, которые они должны, студенты были слушать в том или ином семестре, мы их зачитывали. Уже непосредственно здесь. Но при этом надо заметить, что в университете систематически очень много появляется стажировок. Причем это от других факультетов, от других кафедр. Это Франция, Италия, Испания, Португалия, Германия. Сколько угодно таких стажировок. Самое главное успевать подавать документы, грамотно оформленные. Потому что у нас были такие случаи, когда к нам, в нашу программу «Разбус плюс» пришли вообще документы от студента направления социологии. И он благополучно своим документом прошел. Потому что в основном для стажировок требуется хорошее знание языка и потребность в освоении определенного блока дисциплин. Поэтому нет ничего невозможного. Как связан Ваш факультет психологии с педагогикой? Наш факультет называется филологический факультет. Кафедра психологии и педагогики. И реализуем мы программой магистратуры психологическое консультирование. На нашей кафедре работают как доктора психологических, так и доктора педагогических наук. Более того, они являются членами диссертационного совета РУДН, где имеется возможность защищаться по специальности 19.001 и 13.001. То есть как в рамках психологии, так и в рамках педагогики. В магистратуре студенты имеют возможность в рамках научно-педагогической практики вести ряд занятий. И они пробуют себя в качестве преподавателей, в качестве тренеров, в качестве ведущих мастер-классов по психологии. И, конечно, они получают образовательные компетенции. Поэтому и в рамках психологического образования, и в рамках педагогических основ они повышают свою квалификацию. Илона задает сразу два вопроса. Я постараюсь ответить. Занимаетесь ли вы трудоустройством выпускников? Илона, да, конечно. Кафедра непосредственно осуществляет весь цикл. То есть цикл от поступления, освоения дисциплин программы, то есть приобретения компетенции, выпуска и трудоустройства. То есть мы предоставляем возможности выхода в ту или иную сферу. И, соответственно, выпускник имеет возможность благодаря кафедре найти место работы. То, которое в данном случае для него будет наиболее приемлемое. И второй вопрос. Сколько приблизительно, а тоже от Илона, сколько приблизительно стоит стажировка? Вот только что я сказала о том, что в рамках Erasmus+, стажировка не стоит нисколько. Она бесплатная. А в рамках Erasmus+, а Erasmus+, не только на нашем факультете, на разных факультетах осуществляется данная программа, она осуществляется и оплачивается только Европой. Поэтому данная программа для наших студентов абсолютно бесплатна. Опять же, проживание, питание, стипендия, перелеты, обучение, все бесплатно. Сколько стоит магистратура, какие экзамены при поступлении, может быть... Вернуться на слайд. Потому что в самом первом слайде вот здесь вы увидите цену. А экзамены, ну, как я уже сказала, это междисциплинарный экзамен по направлению психологии, который включает три блока вопросов. По общей психологии, психологии личности, социальной психологии. И вот в рамках одного билета вы увидите сразу три вопроса из разных направлений психологии. Экзамен письменный. То есть вы приходите на экзамен, получаете билет, отвечаете на него письменно, сдаете, соответственно, написанный вами, написанный вами экзамен и получаете свои баллы. Он не является узным. Есть ли еще вопросы? Можно ли дополнительно сдавать экзамен по языку? Нужно ли? Нет, экзамен по языку не сдается. Однако язык, если вы хотите, интересуетесь действительно языком, он является обязательным для обучения в магистратуре. Независимо от направления реализации. Потому что ориентация университета именно во многом, ну и, скажем так, востребованность выпускников сейчас зависит в том числе во многом от знания, хорошего знания языка. Поэтому, да, конечно, экзамен не сдаете, но обучайтесь языку в процессе обучения. Есть ли полный перечень вопросов для поступления на портале? На официальном сайте РУДН вы можете познакомиться как с перечнем тематик в рамках каждого из направлений, так и с вопросами для поступления. Да, эти вопросы вывешены на сайте. Да. Есть ли еще вопросы, уважаемая аудитория? Нет вопросов? Мы очень признательны вам за вашу активность. Мы очень признательны вам за уточняющие вопросы. Они были действительно и нам полезны, потому что какие-то аспекты, в том числе и в плане стажировок, мы не учли в своей презентации, а это действительно очень важные моменты, потому что действительно возможностей в плане реализации этой программы, в плане выходов гораздо больше. Поэтому еще раз подчеркну, что мы реализуем полный цикл от поступления до получения определенной профессии и в конечном итоге трудоустройства. кафедра осуществляет этот полный цикл. Так что всем большое спасибо, если есть вопросы. Защита, да. Я слышала, что защита диплом проходит на иностранном языке. Так ли это? Да, Надежда. Да, Надежда. Дело в том, что действительно и требования работодателей, опять же, тем более, что мы имеем дело не только с российскими работодателями, но и в том числе с зарубежными компаниями, корпорациями и так далее. И поэтому для... Если вы хотите найти хорошую работу, то знание языка обязательно. Диплом защищается на языке, на английском чаще всего языке, все-таки он считается наиболее универсальным, международным. Однако диплом, сам диплом и консультация с научным руководителем осуществляется на русском языке, если вам ближе русский язык. Если же вам ближе английский язык, и вы его знаете гораздо лучше, то и такие консультации мы осуществляем. У нас коллеги достаточно профессионально, чтобы написать с вами диплом на английском языке. Спасибо вам. Спасибо вам за вопросы. Если нет вопросов... Есть еще вопросы? Наверное, еще больше не возникло. Мы вам очень признательны за вашу активность, за интерес к нашей программе. Если у вас еще остаются вопросы, заходите на сайт, а лучше приходите лично. Мы с Татьяной Сергеевной и другие коллеги с огромным удовольствием проконсультируем более детально, тем более вплоть до сопровождения. Татьяна Сергеевна сейчас напишет адрес кафедры и, соответственно, ближайший телефон, наверное, Екатерине Михайловне. Екатерина Михайловна, потому что член нашей кафедры, Екатерина Михайловна Хворова, она осуществляет прием. Причем это может быть прием не только в саму магистратуру, но и решает вопросы по стажировкам, если это необходимо, решает вопросы. По повышению квалификации, если вы, например, хотите все-таки лучше подготовиться к экзамену, то, пожалуйста, обращайтесь. А ее телефон можно тоже дописать? Сейчас вот Татьяна Сергеевна запишет вам ее телефон, вы можете спокойно обращаться, а уже через Екатерину Михайловну вы уже можете непосредственно выходить на нас, ну или напрямую, как вам будет удобно в этом плане. Так что здесь, я думаю, сложностей никаких нет. Мы всегда открыты, мы всегда работаем, мы всегда заинтересованы в хороших студентах, в заинтересованных, активных, интересных. И перспективы мы, конечно, видим достаточно большие, потому что вот так как Российский университет дружбы народов, мы этим очень гордимся, сейчас участвует в программе 5 ТОП-100, в рамках реализации этой программы, в том числе наша программа будет модернизирована, психологическое консультирование, потому что она входит в так называемую стратегическую академическую единицу, или как сейчас говорят САИ, такие вот интересные термины. Так вот, она будет модернизирована и уже предложена в том числе и иностранным студентам, студентам для изучения на английском языке. Кстати сказать, очень хорошая практика, в том числе и подучить язык. И, кстати, надо еще заметить, что если вы хотите получить наряду с сознанием одного языка и еще сертификат и диплом другого языка, например, английский вы учите в магистратуре, а вот немецкий, ну вот, вам захотелось немножко его как-то улучшить, то, пожалуйста, у нас и такого плана сертификата есть, причем именно на филологическом факультете реализуются подобные программы. Татьяна Сергеевна написала как раз-таки телефон, мы, к сожалению, пишем... Екатерина Михайловна, да. Екатерина Михайловна, да, телефон, и вы можете сразу же непосредственно обращаться по данному телефону либо на адрес кафедры в sirudn.pip.yandex.ru Поэтому мы вам благодарны за ваше участие, за ваш интерес, за вашу активность. Спасибо вам большое. Ждем вас на нашей программе психологическое консультирование. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам всем. Спасибо. Всего вам доброго. И до встречи. Надеемся, что до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok